В лапу, в лапу, в лапу, реально, реально Удар в подбородок, опа, 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 постановку прямого удара, в подбородок, представляешь, что пробиваешь затылок, ты шагом на меня, вот, хоп, оно движение, и отсюда, опа, оно сразу пошло, вначале ставим удар, хороший удар, ставим на каутирующий удар, входите, бам, 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 да, вот, вот, схема, вот, то есть вот движение, очень быстро, очень быстро, раз, два, я вошел, ситуация получилась такая, и мы в системе учимся наносить удары любыми частями тела, какие варианты, ну, варианты, понятно, это затылок, локоть, второй вариант, мое предплечье, вот сейчас наношу, выпрямляю, идет удар в нос, идет удар как бы реально, боксерский удар, хотел вот сюда, да, вот, сломал нос, нестандартные вещи, но скорость идет, тяжело просто контролировать, она система, так она и создавалась, вот, кровь, какие-то порезы, удар в носу силу, вот он идет, удар, но дальше не буду, потому что сейчас буду собирать, заторможен, мы через удар, мы его где-то чуть пригрузили, то есть ударами можно управлять психикой, психосоматика, да, без защитных средств, удар по печени, да, дальше кровоизлияние, человек умер, или же блокирую, если блокирую, блокирую, дальше выхожу, второй вариант, я его раскрываю, опа, прилетело, да, отсюда, допустим, перешел на какой-то, раз, два, два, опа, здесь показал, то, что я показал здесь, это приходило вот сюда, вот движение прошло, прошло, еще, вот движение, и сразу же прошло здесь, по шее, у меня заряжено колено, у меня заряжено здесь, и все эти вещи, то, что мы делали в последующем, бам, дальше, ну, вы или же перешли на удушающий, это мягкая работа, показал, в реальности, это был бы удар, раз, ну, дальше какие-то уже любые техники, которые будут работать, смотри, ему идет, я или же отсюда наношу, но плюс ко всему у меня четко, опа, уходим на кувырок, и уходим сразу назад, вниз, и вот уже все, в принципе, потянул, я заснул, первый был удар раскрывающий, второй шел удар сюда, и сразу же, то есть идет работа, выдохи, удар вот здесь спаривал корень носа, вот это была носоглубная часть, вот это была область горла, защитой является моей атакой, выбивание вот эти, да, раз, два, вот пойди, в глаза это было, корень носа, это было носоглубная, это было, ха, вот это работа на коротке, чем она основана, она основана на этом движении, так что чуть-чуть меняешь вектора, и нож, нож летит в противника, смотрите, уход, видно, что происходит, просто уход, и отсюда сразу же мы пойдем работать, выход, вот оно, да, да, потому что нож сюда полетит, это делается, это делается. И мне казвам се Димитър, от 15 години занимавам с бојни изкуства, семинара ме беше полезен, че ведях техники, които са различни от спортните техники и беше много полезен. Казвам се Игоолин, тренирам от известно време, полезен беше Имаше семинара. Имаше техники, които... Истинское оборудование искусство, не спорт. Това, което ми харесва в системе, е, че никому не се действа по-шотглом навинаги и споре ситуацията. Действа се, така да се каже, инстинктивно. И е предложимо не само в основном дължито, но и в самия живот. Казвам се Петър. Занимавам се с 15 людина изполни изкуства. Семинара ми хареса. Имаше интересни хватки, които не може да ви даме в други спортови. Мя зовут Николей. Триан Джудо Самбо. Имаше интересни идеи ми идваха. В основна на влащия блокови там. Системата тя е уникална. Консольнато, което трябва да зададе човек, това са принципите. И, разбира се, и уникална психофизическа подготовка. Тържи. Три си години се занимава отбойни изкуства. Просто система ми харесна, че е много по-различно. Концепцията е по-различно от бойните спортове. Там има определено време. Тук влизаш починал, знаеш колко ще се биреш, а тук нещата са други. Тук е много си. Раз, два, три, четири, пяти, шест, сем, восемь, девять, десять. Какво се казвам, 57 години. Много ми харесва занятието, много интересно, но е много информацията за късо време, като семинари чудесно. Благодаря. Какво се казвам? Уптимус със системата в различни направления. Най- което по принцип ми харесва е самата методика на обучение и на преподаване. Тук също беше пак просто уникално за тях. Мне беше очень приятно да смотрят и очень полезно. Все это, ну, скажем, известно всем, все эти методики. Они видны, но здесь взгляд другой. Здесь немножко все изменено и очень, ну, работающая система, это точно. Работает, очень полезно было всем нам, что мы были здесь, что мы успели, ну, в этом контакте научить кое-что каждый для себя. Спасибо большое. Спасибо всем. И, на самом деле, я очень уважаю тех людей, которые занимаются спортом, через кровь, пот. Они не танцуют, они не поют, они не употребляют наркотики, они ведут здоровый образ жизни, они, возможно, своим примером подают пример молодому поколению. И, как говорят, нет лучших стилей боевых искусств. Есть мастерство. Мастернее военный или же спортсмен ММИ. Ну, что за глупость? Давайте мы военного, да, который не занимается спортом, на ринг отправим, да, спортсмена отправим куда-то в горячую точку. Каждый должен заниматься своим делом. И это система выживания, которая включает в себя, это очень большой раздел техника безопасных падений и специальной боевой акробатики на твердых поверхностях. Она включает в себя десантирование с машины, там, многие другие элементы. Она включает в себя огневую подготовку. На основе огневой подготовки ножевого боя в дальнейшем выстраивается модель. Существует два подхода. Первый подход через голые руки, когда-то человек приходит к оружию. Второй подход в армии. Приходит солдат, и в армии солдаты сразу учат обращаться с оружием. И затем уже, когда оружия нет, но оружие это продолжение руки. И в ударной технике мы представляем образ ножа. Вот я как ножом наношу удар, так и я наношу удар без ножа. Но я представляю, что мои в руке ножи. Вершина горы одна, пути подхода с разных сторон. Просто я очень долгое время постарался синтезировать различные методы с различных направлений. На основе того прикладного центра, это был центр по антитеррор, где у нас обкатывались самые лучшие спецподразделения. Здесь и Альфа, и Вымпел, и ГРУ, и многие другие, и полицейские. И у меня большой опыт работы с армейскими и с другими подразделениями. Работал в центре специального назначения на должности преподаватель по тактике специальной подготовки. Занимался много другим, но в конце концов с возрастом подошел к тому, что нужно научиться синтезировать жесткие и мягкие техники. Но кто-то говорит, что жесткое хорошо, внешние школы хороши, а айкидо, тайчи, ушу плохо. Ну как это может быть? Вот есть ини-янь. С возрастом, на мой взгляд, нужно больше на мягкие техники переходить. И с возрастом ты понимаешь, что лучше здоровья в этой жизни ничего нет. Но большинство людей, когда начинает это понимать, здоровья не остается. И всем желаю здоровья, счастья, успехов, материального благополучия и на благо других. Еще раз всем спасибо большое.